Здравствуйте, уважаемые зрители, все, кто нас смотрит в социальных сетях, на телеканале Next TV. Вы смотрите Арча Медиа, и я, ее ведущий, Эмир Бек Сатаев. Хочу представить нашего гостя, это Камиль Рузиев, руководитель правоохранительной организации «Вентус». Здравствуйте, Камиль. Здравствуйте. Камиль, ну, как вы знаете, вчера 120 организаций, в основном неправительственных организаций, обратились в Джорпу Кемеш заявлением «Приостановить закон об иностранных агентах». Ну, он называется «Закон об иностранных представителях», ну, по аналогии вот «Закона об иноагентах». Скажите, пожалуйста, чем опасен этот закон для нас всех? Прежде всего, этот закон противоречит институции и международным обязательствам Кыргызской Республики по правам человека. Он ограничивает деятельность неправительственных организаций и право на ассоциацию. И в дальнейшем неправительственные организации, которые работают в Кыргызской Республике, которые зарегистрированы, не могут осуществлять свою деятельность в различных направлениях, не только по правам человека, но и по социальной поддержке незащищенных слоев населения. Как скажется, если этот закон все же примет Джоргинер? Как скажется это вот на деятельности некоммерческих организаций? Какую угрозу он и вред может нанести? Вы правильно привели аналогию с законом, который действует в Российской Федерации, закон об инагентах. И мы видим те последствия после принятия данного закона в отношении активистов гражданского общества, неправительственных организаций и даже тех людей, которые абсолютно не занимаются политикой. Я имею в виду даже композиторов, я имею в виду даже артистов, в отношении которых данный закон применяется. Это не совсем хорошо, и это ограничивает права граждан. Камиль, вы много лет занимаетесь правозащитной деятельностью. На вашей деятельности как может сказаться этот закон? Этот закон в первую очередь коснется правозащитных организаций в следствии того, что защита прав и свобод человека, которым занимаются неправительственные организации, и в отношении государства, которое нарушает права граждан, это не совсем нравится. Будем говорить тем лицам, которые будут принимать решения, кто будет являться иноагентом, и какие меры принимать в отношении них. Тем более, это будут принимать те государственные органы, в отношении которых мы работаем. То есть, это коснется прежде всего правозащитников. Мы на своем примере убедили, что не совсем хорошо, когда даже без этого закона занимаются правозащитой. Могут возбудить уголовное дело, сфальсифицировать, могут посадить не только правозащитников, но и журналистов, которые освещают и критикуют власть. То есть, это может существенно сказаться на защите прав простых граждан, проще говоря? Да, это будет прежде всего. Если вас будут регулировать, если на вас будут давить, то о какой правозащитной деятельности можно говорить? Да, да, вы правы. Будет не до этого. Будет не до этого. Сегодня многие представители НБО говорят, что этот закон, ну, как вы сказали, во-первых, он противоречит Конституции, и он достаточно размыт в плане формулировок, определений, и это тоже вызывает много очень вопросов. Вы, как Юрий, согласны с этим? Конечно, конечно. Прежде всего, беспокоит позиция инициаторов данного законопроекта и тех депутатов, которые, даже не ознакомившись, инициируют данный законопроект. Очень плохо, когда те люди, депутаты гражданского законопроекта, которые отказались от инициирования данного законопроекта, вдруг снова стали инициаторами. То есть видно, что кому-то очень нужно продвинуть данный законопроект, кто-то лоббирует данный законопроект против гражданского общества. Это не совсем хорошо. И здесь позиция депутатов, Жугор-Кенеш, которым мы доверили, которых избрали граждане Кыргызской республики, отстаивать права граждан, она противоречит тому, что делается фактически. Камиль, скажите, вот если этот закон все же примут, вот то, что там указан аудит, контроль, госорганы могут, если, ну при желании, скажем, закрыть ту или иную организацию, то есть посчитать ее вредной для государства, что она несет угрозу и так далее. Почему госорганы так сильно хотят контролировать и держать в узде неправительственной организации? Как вы думаете? Потому что неправительственные организации, являясь активистами гражданского общества, видят и работают со многими законопроектами и с теми правами человека, которые нарушают наше государство. Она доносит до организации объединенных наций, она работает с периодическими докладами по нарушению прав человека, по многим направлениям, по нарушению прав жертв, это, как я уже говорил, по нарушениям прав женщин, по нарушениям лиц с инвалидностью. И, естественно, говорить фактическое обстоятельство дела, то, что происходит в стране, и то, что говорит государство, она разнится. И это, естественно, не нравится государственным мужам, государственным лицам, которые читают доклады. И, будем говорить, не все показывают организации объединенных наций, членом которой является Кыргызстан. Более того, я бы хотел сказать, что Кыргызстан избран членом Совета по правам человека, ООН. И это обязывает наше государство не нарушать права человека, не только в нашей стране, но и в других государствах. Но здесь идет полная противоречия того, что, являясь членом Совета ООН по правам человека, и инициировать такой законопроект, это неправильно. Это противоречит фактически сущности того, чего мы добиваемся, чему постоянно говорит наше государство, наши руководители, что мы идем по демократическому пути, что мы соблюдаем права человека. То есть, инициируя этот закон об иностранных агентах, мы сами себе наносим вред не только репутационный, это непременно скажется на инвестициях, на отношениях вообще к стране в целом. Конечно. Вы же знаете, что наш президент уже вылетел в ООН для встречи, именно для докладов и встречи с инвесторами. Естественно, об этом будут говорить. Естественно, будут знать, какие законопроекты продвигает наше государство. Тем более, гарантом Конституции является сам президент Кыргызстана. Никто не более, который инициирует, который может не инициировать, который может говорить и делать все ради того, чтобы права человека соблюдались. И не принимать данное законодательство. Это его, прежде всего, интереса. И идти на такие шаги, я просто не вижу логики в действиях депутатов, власти в целом. Как вы считаете? Да, у нас очень хорошо, очень хорошо, что мы могли приостановить принятие этого законопроекта до этого. Она была приостановлена, отправлена на доработку, но, несмотря на это, вновь она уже будет рассматриваться завтра в комитете. Жогор Кенеш. Это говорит о том, что кто-то лоббирует принятие этого законодательства. Это кому-то надо. То есть принятие данного законопроекта через Жогор Кенеш, через лоббирование депутатов определенных, не всех там есть, но очень мало тех депутатов, которые не подписывают, которые критикуют это законодательство, в частности Бекеша и другие. Но мало таких депутатов, к большому сожалению. И когда это происходит через народных избранников, это противоречит демократическим принципам нашего государства, противоречит Конституции, которые мы сами подписывали, которые мы сами принимали. Об этом, прежде всего, должны думать наши депутаты. И я говорил уже, они должны думать о наших обязательствах, обязательствах Крымской Республики перед ООН, которые подписали многочисленные договора по правам человека. Да, учитывая, что и Евросоюз пристально наблюдает и высказывается в отношении того, что происходит в странах Центральной Азии, вот, например, не так давно Евросоюз высказал свое мнение по свободе слова в Торжестане, после принятия закона о фейках, дополнение закона о средствах массовой информации. И на фоне вот всего этого еще и продвигать закон об иноагентах, я не знаю, просто мы, наверное, если до этого мы упали на 50 пунктов ниже в рейтинге репортера без границ, то я не знаю, теперь, наверное, еще настолько упадем, если, не дай бог, этот законопроект примут, Джордж Кенеш. Да, я с вами согласен. Международное общество пристально следит за соблюдением прав человека и какие законопроекты продвигаются в Кыргызстане. И неоднократно критиковалась наша страна, что принимает такие законы против журналистов, которые, прежде всего, направлены против активистов гражданского общества. И я с вами согласен, что рейтинг может упасть после принятия данного законопроекта, чего нельзя допускать. Да, потому что я, как представитель СМИ, как журналист, знаю, что многие СМИ сегодня получают гранты от различных организаций. Потому что, ну, существовать на рынке Кыргызстана сегодня, на рекламе, я не знаю, на чем-то еще невозможно, потому что рынок, очень мал для того, чтобы развиваться. Поэтому СМИ вынуждены обращаться к грантодателю. И это нормальное явление во всех странах. И при принятии этого закона любое СМИ просто могут, знаете, по надуманным причинам закрыть и расправиться с любым неугодным изданием или телевидением. Вот в чем опасность. Я говорю это к тому, что, знаете, мне кажется, сегодня вот создается впечатление, что это проблема только вот неправительственных организаций, журналистов, активистов гражданских, а вот население как бы вот наблюдает со стороны, как будто это не касается простых граждан. Да, вы согласны. К большому сожалению, не всегда все доходит до населения и не всегда все объясняется правильно. Те законопроекты, которые принимаются нашими депутатами и нашему простому населению надо доводить, чем чревато принятие этих законопроектов, что они могут остаться вообще в дальнейшем без защиты, без поддержки активистов гражданского общества, НПО, как вы сказали, без освещения, без критики тех шагов, которые нарушают права человека. Камиль, вот, значит, один из аргументов тех, кто ратует за этот законопроект, они говорят, что вот, НПО, которые получают средства из-за границы, вот, они расшатывают государственные устои, там, несут угрозу безопасности республики, но я почему-то не знаю ни одного такого факта, дела, когда вот какое-либо НКО, вот, я не знаю, судили за то, что она несет угрозу безопасности страны. вот такие вот, знаете, какие-то безапелляционные аргументы приводятся. Более того, я бы хотел дополнить, что государство получает в большей степени эти гранты инвестиции от международных организаций, чем неправительственные организации и намного большем размере. и говорить о том, что неправительственные организации или средства массовой информации, которые получают минимальные гранты, будут расшатывать, это не совсем верно. Это надуманные причины, которым хотят довести до населения, что неправительственные организации виноваты во всем, или журналисты. Камиль, вы правильно сказали, что сегодня государство само является крупным грантополучателем, да, и я еще хочу сказать, что во многом неправительственные организации еще и заменяют функции отдельных государственных учреждений, и в том числе что касается социальных вопросов, да, это поддержка предпринимательства, фермерства, доступ к питьевой воде, ну, можно очень долго перечислять все эти направления, и в случае принятия этого закона просто я не знаю, отдельные международные фонды откажутся, наверное, поддерживать социальные проекты Крымстана, это в первую очередь вредит самому государству, как вы считаете? Камиль, вы меня слушаете? Конечно, вы правы, я вас слышу, и я поддерживаю то, что вы говорите, и многие международные организации могут отказаться от инвестиций в случае принятия этого законопроекта, и естественно, результатами могут быть очень плохие последствия, то есть простое население останется без инвестиций, без тех вливаний международных организаций, без которых наше государство не может говорить из-за того, что в бюджете не совсем много денег, чтобы поддерживать те или иные направления, взять только те кризисные центры, которые существуют по всему Кыргустану, которые принимают пострадавших от насилия женщин, детей, они же все существуют при финансировании международных организаций, то есть от грантов. Куда деваться тем людям, у которых были нарушены права? Да, да. Вот одно только направление, которое я вам уже говорил, куда идти тогда тем пострадавшим, которые получили насилие и которым некуда идти, некуда обращаться, кроме кризиса центра, правозащитным организациям, куда обращаться жертвам пыток. Это очень большие вопросы и очень большие проблемы порождают принятие этого законопроекта. при при остановлении объекта. Ведь само государство не сможет поддерживать те же кризисные центры, о которых вы говорите. Да, если бы поддерживало, у нас были бы очень много государственных кризисных центров, которые именно содержатся за счет государства, но этого нет фактически. Этого нет, к большому сожалению. Вы знаете, что в Грузии тоже была попытка принятия закона об инагентах, но там благодаря общественности, гражданским активистам этот закон не прошел. Как вы думаете, насколько зависит от простых граждан, примут этот закон или нет? Мы об этом сейчас говорили. Насколько гражданское самосознание в Кыргызстане может повлиять на этот процесс? Да, я был в Грузии, я видел активность. Это действительно восхищает, когда гражданское общество встает против законопроекта, которое вредит самому народу. И то, что вы сказали, от гражданского общества очень много зависит. То, что наши неправительственные организации подписались, в том числе и мы, обратились в Жигург, это уже хорошо. То, что мы не дали вначале принять этот законопроект с самого начала, при инициировании этих депутатов, это тоже хорошо. И в дальнейшем необходимо отстаивать, делать все возможное, чтобы данный законопроект не был принят путем лоббирования, адвокации. Это очень важно. Это очень важно повышать гражданское самосознание, активность граждан. В Грузии была примерно аналогичная ситуация, то есть нынешнее правительство, руководство Грузии, оно как бы работает с оглядкой на Россию. То же самое, наверное, можно сказать и о Харьинстане, что поскольку он списан был на 90% с российского закона, не считаете ли вы, что здесь есть прямое влияние Российской Федерации? Ну, то, что списано уже с российского законодательства данный законопроект уже говорит о многом. Уже говорит о том, что данный законопроект, который работает в России, хотят воплотить здесь, хотят делать то же самое с гражданскими активистами, то, что происходит в России, то, что не очень хорошо. И это настораживает. И то, что Грузия, гражданское общество добилось того, чтобы не приняли этот законопроект, это большая победа, чему и должно стремиться и Кыргызстан, чтобы не приняли этот законопроект. Я уже говорю о том, что если президент сейчас находится в ООН, который будет встречаться и с Гутеррешем, и будет выступать по правам человека, и то, что происходит сейчас одновременно в Кыргызстане, я думаю, это заставит задуматься нашему руководству, чтобы не было принято законопроект. И еще не поздно не принять этот закон, правильно? Конечно. Прислушиваясь гражданскому обществу, к экспертам. Конечно. И присутствие гражданского общества в Жугорке тоже играет большую роль при принятии этого законопроекта. Камиль, я хотел вас спросить, поскольку вы являетесь представителем регионального НКО, у нас в Кыргызстане в разных областях появилось достаточно много сильных некоммерческих организаций, в том числе Высокольская область, ваша организация. Я, будучи журналистом, снимал репортаж об Антонине Ли из Бакамбаева. Она делает очень большую работу, так же, как и ваша организация. Понимаете? И я вот беспокоюсь в этой связи о тех организациях, которые работают в регионах, где положение очень сложное, в отличие от Пешкека. Вот еще о чем нужно думать и беспокоиться. дабы правых. В регионах очень ситуация экономическая слабая, будем так говорить. Очень много нарушений, нарушений прав женщин, особенно в дальних селах. И присутствие неправительственных организаций, работа неправительственных организаций в регионах очень важна. Это касается всех областей и Сыкульской, Нарынской, Таласской, Орской, Подкенской. Это очень важно. И при принятии этого законопроекта могут пострадать именно неправительственные организации в глубинках, в регионах. Это может сказаться. Это очень плохо, чревато дальнейшими последствиями плохими. Именно в социальной сфере, где работает Антонина Ли, как вы сказали, она очень много делает. Ее знают и руководство Кыргызстана. Ее проекты поддерживаются очень хорошо. И в других регионах есть такие проекты, когда необходимо работать с социально уязвимыми слоями населения, с детьми, женщинами, подростками, лицами с инвалидностью. Это может закончиться при принятии законопроекта. Об этом прежде всего надо думать нашим депутатам, которые будут голосовать, которые будут продвигать этот законопроект, которые инициируют этот законопроект. Камиль, большое вам спасибо, что вы нашли время и вышли с нами на связь, довели до аудитории свою позицию. Но все-таки хочется верить и надеяться, что наши депутаты все-таки возобладают здравый смысл и они не пойдут на принятие этого закона об иноагентах, который, кроме как вреда, ничего не несет республике. И ведь в заключении я еще хотел бы сказать, что именно неправительственные организации сделали Кыргызстан островком демократии, чем мы гордимся и по сей день. Пока еще гордимся и. Но в случае принятия этого закона говорить о демократии в Кыргызстане наверное уже не придется. Все-таки хочется верить, что возобладает стравый смысл и понимание со стороны народных представителей. Да, мы тоже надеемся на это. Мы очень надеемся на то, что депутаты... Спасибо вам большое за то, что приняли участие в нашем эфире. Ну и будем надеяться на хорошее все-таки. Закончим на позитивной ноте нашей интервью. Да, конечно. Спасибо вам. Спасибо. Мы тоже надеемся. До свидания. До свидания. До свидания.